Сегодня у нас хороший день, сегодня день рождения Самдарши и очень хороший день, прекрасный день. Если вы поняли, зачем вы сюда пришли, если у вас есть эта цель, вы пришли за тем, чтобы быть просветленными, за тем, чтобы закончить эго. Если ваше эго закончено, в какой-то день он решил, когда вы родились, у вас уже было то, как бы сказать, зачем вы пришли, зачем вы родились. И если оно происходит, если вы здесь для того, чтобы у вас было меньше эго, меньше ума, если это случилось, значит, этот день очень прекрасный. И земля будет очень счастлива, и природа будет очень счастлива, все будут счастливы. Потому что, если у вас нет эго, эго закончилось, вы в святую, и все, что вы говорите, это нектар. Это святое. И это святое слушание. В общем, это хороший день. Я был рожден в этот день. 59 лет назад. Очень большая удача. Очень большая удача. Я очень удачливый. И вот 40 лет назад я узнал, зачем я пришел сюда. И потом я достиг свою цель. Это большая удача. Я очень благодарен своему мастеру. Ты сделал меня. И, возможно, если бы я не встретился с тобой. Я не знаю, сколько бы жизни еще. Может, 10, 5. Я не знаю, сколько. Я бы возвращался и возвращался. И это была большая удача. Я родился, чтобы быть просветленным. И вторая удача. Я встретил мастера. Третья. 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 Он сказал, как быть просветленным. И вот вы тоже можете там. Это способ. Я следовал за ним. И в один день пришло благословение. Да. Он сказал, да. И я был благодарен. И в тот день, когда я просветлел, очень хорошая вещь случилась. Во-первых, я смеялся. Очень. Над самим собой. Почему я... Зачем я вообще медитировал? Для чего? Все, что я знаю сейчас, все, что я узнал сейчас, да, оно всегда здесь. Я никогда это не терял. Я просто забыл. Каждый забывает. Вы ничего нового-то не получаете. Вы просто вспоминаете. И мастер это сделал. Помог мне вспомнить, что я Будда. Он говорил, помни, что ты Будда. Помни, что ты Будда. И в один день воспоминания пришли. И в этот день тоже большая удача, когда кто-то становится просветленным. Первое, когда он родился. Второе, когда он стал просветленным. Это еще более удачливый день. И третий самый... И третий самый удачливый день, это когда он покидает тело. Вот чего я жду. Я готов. Полностью готов. Когда я покину это тело, буду полностью свободен. Все, этот барьер. Барьер этот тоже закончится. Он сохраняет меня здесь. И вот, когда этот барьер будет отброшен, вот только облака. Когда просветленный мастер в теле, он... Тело... Тело это земля, а осознание это облака. И вот одна часть на земле, вторая в олаках. И в тот день, когда он покидает тело, он становится полностью свободен. Абсолютная свобода. Возвращаться больше не придется. Никакого ума, никаких эмоций. Никакой боли. Свобода от всего. Это лучшее. И вот сегодня, если вы спросите, что я хочу, я хочу одну вещь. Вскоре, чтобы вы тоже стали свободны. от ума. Свободны от ума. От эго. И вот этот день для меня тоже будет очень счастлив. В тот день, когда вы станете. В тот день, когда кто-то становится просветленным. Я жду этого тоже. Я здесь только для этого. У меня ничего другого абсолютно. Никаких желаний других нет. Я ничего больше не хочу. Нет, я не хочу. И вот сколько мне существования дало времени, я здесь с вами рассказываю вам о свободе, о существовании, о небе. И приглашаю вас в небеса. Это не наша страна. Это не наш дом. Пойдем в настоящий дом. Это не дом. Здесь это не дом. И не делайте здесь дом. И не говорите, это мое место. Вы просто путешествуйте здесь. Вы путешественники. Вы приехали в Гоа, наслаждайтесь в Гоа. А через месяц уезжаете, через две недели уезжаете отсюда. А вы говорите, Гоа, это мой дом. Вы даже знаете, что это не ваш дом. И вы наслаждаетесь Гоаом, потому что вы знаете, что это не ваш дом на самом деле. Вы даже наслаждаетесь именно потому, что вы знаете, что это не мое. Не нужно тут работать. Никакой нагрузки, привязанности тут нет. Вот и наслаждение. Вот оно откуда. И когда вы отправитесь домой, помните, это тоже не важно. Одна большая вещь случилась с Александром Великим. Большой урок. Он сказал, когда я умру, положите мои руки снаружи гроба, чтобы весь мир видел, что самый великий Александр Великий, завоеватель половины мира. И даже он, умирая, уходит с пустыми руками. Это очень хороший урок. Очень хороший урок. Он сказал, скажите вот всему миру, даже Александр не смог ничего взять с собой. А как вы с собой что-то возьмете? И вы ничего не возьмете. Вы даже платье не возьмете. Ну хорошо, платье большая вещь, но даже волосок, даже один волосок вы не возьмете с собой. И это тело, которое вы так любите, вы с собой не унесете. И? Уйдет только, только вы уйдете. Уйдет только сознание в свой дом. И вот Сван никогда не наслаждается землей. Сван всегда наслаждается небом. И вот Сван, если он находится в тюрьме, вот ему там плохо, он хочет полететь в небеса. И говорит, как в небесах прекрасно. Мы все смотрим туда. И вы смотрите туда, на небеса. Потому что это наш дом. И мастер вот такие вещи говорит. Пойдем, пойдем, пойдем домой. Пойдем домой. Это хинди. Сван, пойдем домой. Это не наш дом. Это планета, не твой дом. и все мастера так говорят. И так очень хорошо. Медитируйте. Смотрите на небеса. Идите в небеса. И летайте в небесах. И когда вы в небесах. Больше нет времени. Очень радостно. Время идет очень быстро. Все время только любовь. Наслаждение жизнью. Благодарность. О мироздание. Ты прислала меня наслаждаться этим миром, этим небом, прекрасными людьми, таким прекрасным, природой, деревьями, океаном, рекой, горами. Такую возможность ты мне дала. Спасибо тебе большое. Идите, наслаждайтесь. И ваша радость, она заканчивается по одной причине. Потому что вы думаете, это мое. Это мое место. Я буду здесь жить всегда. Никто здесь всегда не жил. Вот вчера, 4 дня назад, один мужчина сказал, я спросил, как твой отец. Он сказал, мой папа очень грустный, нехорошо. Потому что у него есть брат двоюродный, кузен, но умер. Он пару дней назад. и они вместе были с детства. А я ему сказал, скажи отцу, будь готов. Твой номер тоже подходит. Тебе тоже скоро придется уйти. Твой друг ушел, а тебе тоже придется уйти. Пойми, тебе надо быть готовым. Ты же не знаешь, завтра или через год, или пять лет. Это просто время. Ну, точно придется. Это не то, чтобы отец, это каждому. Мы все в очереди. И неизвестно, когда придет очередь. В какой день сирена прозвучит? Сирена звучит сейчас, время идти. Будьте готовы. Но перед тем, как уйти, делайте верные вещи. Делайте правильные воспоминания. Помните, что вы Будда. Самасати. Это значит, помните, что вы Будда. Ты сказал Будда. Самасати. Вы сознание. Вы Шивохам. Вот тот день, когда вы помните, вы знаете все. В тот день, когда вы вспомните, вы будете знать все. Зачем вы сюда пришли? Работа будет выполнена. Вы будете очень счастливы. И это большая удача. И кто будет встречать вас, тоже будет испытывать счастье и радость. И мастер приходит для того, чтобы убедить вас в том, что вы тоже можете быть вне ума, что вы тоже можете быть сознанием. Мастер дает вот эту уверенность. И вы видите мастера и понимаете, и становитесь уверены. Вы точно знаете, что это возможно. Вот видите. Ага, он может. Так и я могу. Разницы же нет никакой. У него есть тело, у меня есть тело. Он говорит, и я могу говорить. Почему нет-то? И когда приходит эта уверенность, начинается путешествие. Вы в пути. Вы вот в этом путешествии, в верном направлении. Истина – это верное направление. Любовь – это верный путь, верное направление. И вот сегодня мы наслаждаемся этим днем. Весь день празднования. На самом деле, каждый день вы рождаетесь. Каждый момент вы рождаетесь и умираете. Вы вдыхаете – рождаетесь. Вы дыхаете – умираете. Вдыхаете – рождаетесь. Вы дыхаете – умираете. С каждым вдохом рождаетесь и умираете. И если вы увидите эту игру, и вы будете наблюдателем этого, как вы рождаетесь и умираете, вы окажетесь третьим, вы окажетесь наблюдателем. Вы вне смерти и рождения. Вы вне, вы за пределами. Будем смотреть видео, видео про какие-то вещи, вот как я был молодым, у меня были черные волосы. Потом у нас будет обед. Сегодня обед для всех, я всех приглашаю. Они готовят рисовый пудинг и другие блюда индийские. И вот мы все будем вместе. А в 6.30 вечером опять встретимся здесь. У нас будет саньяса. 30-40 минут, потом будем праздновать. Если кто-то что-то хочет показать, спеть, станцевать или что-то еще, все, пожалуйста, можно будет. И другие будут наслаждаться. Будем праздновать. А потом уже у нас будет ужин в спейс-го. Там тоже будем кушать и наслаждаться. Вы наслаждаетесь и я наслаждаюсь. И все вместе наслаждаются. Сан Дарши. Днем рождения. Сан Дарши. Ну, это тело родилось. Я никогда не рождался. Если у меня спросите, я никогда не рождался. Я никогда не умирал. Я всегда здесь. Я был здесь. Я здесь. Я буду здесь. Я никогда не закончился. Осознанность никогда не заканчивается. Тело приходит, уходит, рождается и умирает. А осознанность, сознание никогда не умирает. Никогда не умирает, никогда не рождается. Ну, будем праздновать. Будем праздновать. Будем праздновать рождение того, кто никогда не рождался и не умирал. Вот такие штуки. Поставьте, пожалуйста, музыку. Может быть, там какое-то объявление есть. У нас ретрит завтра начнется. Очень глубокий, хороший ом медитейшн. Ретрит. Это медитация полностью с дыханием. С дыханием вы говорите ом. И выходит все дыхание. Потом делаете глубокий вдох. И опять выдох со звуком ом. И этот ом – это очень хорошая медитация. Очень такая тонкая, очень древняя. Все традиции – и буддисты, и мусульмане, и христиане, и индусы. Кто-то говорит ом, кто-то говорит оминь. Вот есть разные произношения, но это все очень схожее слово, которое каждый мастер использует. Потому что ом – это наш источник. Мы пришли из ом. И этот звук, когда вы его воспроизводите, он позволяет вам идти глубже. Сначала он чистит ваш ум, заканчивается умом, расслабляет ум. И как только ум расслаблен полностью, и вдруг неожиданно этот звук воспроизводится из вас. Потому что этот звук, он на самом деле всегда, все 24 часа производится везде. Абсолютно везде. Единственное, почему мы не можем его услышать, потому что мы очень заняты своим умом. Сначала он должен стихнуть, и тогда вы услышите. А когда вы начнете слышать, ничего не нужно делать, просто слушайте. Это очень красиво. И поначалу может быть даже так, что этот звук будет сначала очень тяжелым и таким. И вот постепенно, как ум будет успокаиваться, этот звук будет более радостным, более мягким, более певучим. И тогда вы сможете наслаждаться. А когда начнете наслаждаться, уже не нужна никакая медитация. Сидите, слушайте. И автоматически будет происходить медитация. Это автоматически происходит. И многие мастера говорят, иди и слушай. Иди и слушай шлепок руки одной ладони. Обычно хлопают двумя ладонями, а мастер говорит, иди слушай, как хлопает одна ладонь. Послушай этот звук. И как услышь, возвращайся. Вот именно об этом звуке они говорят. Без касания чего-либо, без какого-либо делания проявляется звук. Ом. Звук Ом. Ом. И этот звук – это наш источник. И вот завтра три сессии будет сидячий по часу. И еще активной будет медитация. И вот к сатвике обратитесь, можно будет записаться на ретрит. Очень прекрасный, хороший ретрит. И эту технику вы можете делать везде и когда угодно. Можете сидеть в своей комнате, начать Ом, медитацию. Вы идете на океан, усели в океан. Ом. Тут тоже можете делать эту технику. Везде можете делать. Ничего, ни музыки не надо, ни записи никаких. Всегда можете осложниться. Идете в сад, гуляете, либо в джунгли, там можете тоже. Никаких инструментов не нужно. И на следующей неделе еще более сложный, сильный ретрит будет. Випассана ретрит. Следующую субботу и воскресенье. Или воскресенье-понедельник, надо уточнить. Вот. И там уже будет завершение этого камня. 28-го. И потом я поеду обратно в Решикеш и встретимся в Решикеше. 27-го марта. Примерно. Ничего еще? Нет.